В автобусах Бердска теперь можно расплачиваться с помощью банковской карты. Однако местные жители этой услугой пока пользуются не очень активно. Подробнее о том, как действует новая система и могут ли автобусы без кондукторов появиться в Новосибирске, расскажет Екатерина Киселева. Автобусы по пяти маршрутам в Бердске теперь оснащены бесконтактной системой оплаты. Однако в транспорте по-прежнему есть кондуктор и сдача мелочью за проезд. По словам сотрудников, новый прибор используют редко и в основном молодежь. Я не пользовалась еще, но вообще мне кажется удобно. Прямо на выходе они. Хорошо. У нас вот шестерка, я на ней часто езжу. Но я пока еще не пользовалась. Мне кажется, бесконтактно удобнее. Мы-то молодые, старикам это все равно будет неудобно. Проще деньги, наверное, дать. Действительно, чтобы стать пользователем новой бесконтактной системы, просто приложить карточку оказывается недостаточно. Оплатить проезд можно буквально в одно касание. Транспортной картой банковской или с помощью штрих-кода на мобильном телефоне. Однако, если вы пользуетесь системой впервые, как я, то предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте, иначе оплата не пройдет. На сайте разработчика нужно зарегистрировать свой ключ, то есть номер карты или код телефона, бесплатно. Система безналичной оплаты – разработка российской компании. Они успешно обслуживают транспортную систему столицы – метро и МЦК. Теперь технологию внедрили в Берцке. По словам представителя компании, сейчас они ведут переговоры с другими транспортными предприятиями региона. Не исключено, что подобные аппараты скоро появятся и в Новосибирске. Екатерина Киселева, Алексей Зубила, Новости ОТС.